Вот здесь небольшая кухня, там раковина. Кран отдельно придется печатать. Семиклассник Данил Побывка создает 3D-модель дома на колесах. Старательно прорисовывает каждую деталь. В помощниках у юного конструктора собственное воображение и интернет. Мне нужно найти какие-либо идеи, которые просто сами не идут в голову. Я просто захожу в интернет и быстро найду. Это довольно-таки удобно. Глобальная сеть помогает не только ученикам. Учителя ставят оценки в электронные журналы, дают детям задания дистанционно, готовят презентации. Во всех кабинетах есть интерактивные доски сейчас. И учитель имеет возможность прямо на уроке прямое подключение к интернету осуществлять, брать удобные составленные учебные задания. Сейчас там много картинок, видео подгружены. Сложно себе представить, как бы мы с этим справлялись, если бы у нас не было качественного высокоскоростного интернета. В школе южного города поднимать скорость интернета необходимости нет. 100 мегабит в секунду – это общее требование для городских учреждений. Для сельских – не менее 50 мегабит. В эти нормативы, установленные нацпроектом образования, сейчас укладывается около половины школ области, более 300 зданий. Региональное министерство образования ведет переговоры с провайдерами, чтобы подтянуть скорость и в других учреждениях. По скромным нашим расчетам, не менее 65% школ к концу 2019 года, как минимум, которые будут обеспечены. И, соответственно, за 2020 год мы практически полностью готовы достигнуть и покрыть все школы широкоскоростным, широкополосным, высокоскоростным доступом именно по оптоволоконным линиям. В тех школах, куда оптоволокно еще не дотянулось, используется беспроводной интернет. Его скорость сейчас повышают мобильные операторы. Достичь требуемых показателей позволит внедрение технологии 5G. Переход на новые стандарты – еще одна задача, поставленная президентом. Что касается безопасности, доступ к запрещенным ресурсам через школьные компьютеры невозможен. Георгий Федоров, Сергей Павлов, Новости губернии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!